Утро озеленителей начинается под звук бензопилы. Успеть привести в порядок городские насаждения и при этом сохранить единственный стиль города – задача трудная, но выполнимая. И вырастут вдоль всего Георгийского проспекта. Их около 460. Большую часть уже обстригли. Деревьям придают форму шара. Специалисты уверяют, в мае, когда все расцветет, улицу будет просто не узнать. Идеальное время для формовки – ранняя весна, с февраля по апрель. Побеги еще насыщены влагой, срезы получаются ровные и быстро зарастают. Санитарную обрезку, наоборот, проводят летом. В основном избавляются от сухих веток. Омоложущая обрезка производится реже. Это уже что касается деревьев старых, которые уже переросли и становятся аварийными, которые угрожают жизнедеятельности человека. Амила – особая проблема, рассказывают специалисты. Паразит выжимает и высасывает из дерева все соки, растение медленно гибнет. В городе мы, конечно, стараемся максимально бороться с амилой, обрезаем эти ветки. Если дерево уж совсем поражено, то тогда уже принимаем решение об удалении дерева как больное зараженное. Зачастую после работы озеленителей деревья выглядят неприглядно. Голый ствол с небольшим числом веток подвергает людей в шок. Мне это не нравится. Двор мой пообрезали, я там жила 50 лет. Некрасиво. В принципе, было бы неплохо, если бы их привели в порядок. Потому что очень много где висит и по низам, идешь даже по головам цепляет. И во дворах есть, которые можно было бы и покороче сделать. Я знаю, что каждую весну их подрезают. Некоторые вообще надо посрезать тополя какие-нибудь, которые падают на людей. Тем не менее, обрезка только положительно влияет на развитие растений. В этом сезоне специалисты Букдепа помогли почти девяти сотням деревьев. В конце лета они приобретут пышную крону и будут долгие годы радовать глаз жителей города. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360.